Очень многие люди мечтают научиться играть на музыкальных инструментах. Но они не знают, есть ли у них чувство ритма, есть ли у них слух. Так вот, сегодня, выполнив несколько простых упражнений, мы с вами узнаем, годимся ли мы в барабанщике. Итак, поехали! С вами Долгов Михаил, и мы начинаем. Что мы будем делать? Сейчас мы будем читать текст в углу экрана. Там будут написаны специальные ритмослова, барабанные слова, которые помогают тренировать чувство ритма. Сегодня мы их будем использовать для того, чтобы протестировать наш уровень мастерства, координации и прочих скиллов, в том числе памяти, памяти, внимательности и еще кое-чего интересного. Что мы будем делать? Читаем пять волшебных слов и делаем удар только на первый слог каждого слова. Итак, поехали! Три-четыре-да-ды-ги-на-дум-та-ка-ды-ми-та-ки-та-та-ка-та. Успеваете? Еще разок. Три-четыре-да-ды-ги-на-дум-та-ка-ды-ми-та-ки-та-та-ка-та. И так у вас получилось? Немножечко усложним. Теперь нам нужно два раза подряд произнести эти замечательные слова и ударить на первый слог. Три-четыре-да-ды-ги-на-дум-та-ка-ды-ми-та-ки-та-та-ка-та-да-ды-ги-на-дум-та-ка-ды-ми-та-ки-та-та-ка-та. Итак, если у вас все вышло, вы переходите на следующий уровень. Упражнение номер два. Что мы будем делать теперь? Сейчас мы будем проговаривать по два раза каждое слово и ударять только на первый слог каждого слова. Первое слово мы будем ударять левой рукой, второе слово мы будем ударять правой рукой. Итак, поехали! Три-четыре-да-ды-ги-на-дум-та-да-ды-ги-на-дум-та-ка-ды-ми-та-ки-та-та-ки-та-ка-та-ка-та-ка-та-та. У вас получилось? И теперь мы дважды проговорим и простучим эту комбинацию по По два дады ги на дум, по два така дыми и так далее. Ки, та, та, ки, та, та, ка, та, ка, та, та. Отлично, вы справились. Я думаю, что да. И сейчас мы перейдём к третьему заданию. Усложняем. Мы также будем проговаривать по два слова, но на первый слог первого слова мы будем ударять правой ногой. Топать по полу. А на второе слово будем ударять правой рукой. Итак, поехали. Три, четыре, да, ды, ги, на, дум, да, ды, ги, на, дум, та, ка, ды, ми, та, ки, та, та, ки, та, та, ка, та, ка, та, та. И теперь дважды всю последовательность. Три, четыре. Дады, ги, на, дум, да, ды, ги, на, дум, та, ка, ды, ми, та, ка, ды, ми, та, ки, та, ки, та, ка, та, ка, та, ка, та, ды, ги, на, дум, да, ды, ги, на, дум, та, ка, ды, ми, та, ка, ды, ми, та, ки, та, ки, та, ки, та, ка, та, ка, та, ка, та, ка. Вы прошли третий уровень сложности. Мы двигаемся на четвертый. Вот это будет уже покруче. Что мы делаем? Также по-прежнему будем барабанить на первое слово ногой, на второе правой рукой. И мы подключим нашу левую руку, которая будет барабанить одновременно с нашими правыми конечностями, но уже на каждый слог. То есть дадыгинадум плюс нога. Три-четыре дадыгинадум. Потом дадыгинадум плюс рука. Три-четыре дадыгинадум. И так с каждым словом. Поехали. Три-четыре дадыгинадум. дадыгинадум. Та-ка-ди-ми. Та-ка-ди-ми. Та-ки-та. Та-ки-та. Та-ка-та-ка-та-та. Дадыгинадум. Та-ка-ди-ми. 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 Та-ка-ди Это был четвёртый уровень сложности. И, наконец, пятый уровень, но это будет трудно. Попробуем. Я буду делать то же самое, что делал в четвёртом уровне, но левой рукой я буду барабанить не на каждый слог, а через слог. Как это будет звучать? Пока без правых конечностей, без правой ноги и без правой руки. Я проговариваю последовательность. Но левой рукой буду ударять через слог. Смотрите внимательно. Три, четыре. И теперь мне нужно добавить сюда правую ногу и правую руку. Это супер упражнение. Супер! Если вы справитесь, каждый учитель будет просто счастлив, чтобы у него был такой способный ученик. Попробуем? Три, четыре. Дады, ги, на, дум. Дады, ги, на, дум. Та, ка, ды, ми. Та, ка, ды, ми. Та, ки, та. Та, ки, та. Та, ка, та, ка, та, та. И теперь два круга подряд. Три, четыре. Дады, ги, на, дум. Дады, ги, на, дум. Та, ка, ды, ми. Та, ки, та. Та, ки, та. Та, ка, та, ка. Та, ка. Ну что, друзья, делаем выводы. Если у вас получилось сыграть первое упражнение, это говорит о том, что у вас все очень неплохо с чувством ритма. Если вы справились со вторым упражнением, это означает, что вы можете заниматься координацией. Это значит, что вы знаете, где у вас есть левая рука, где у вас есть правая рука, и вы можете ими управлять. Это тоже очень хорошо. Если вы выполнили третье упражнение, это значит, что вы можете играть на ударной установке, потому что на ударной установке обязательно нужно еще играть и ногами. А вот если вы выполнили четвертое упражнение, совершенно однозначно к барабанам у вас есть талант и предрасположенность. Смело отправляйтесь и занимайтесь, получайте удовольствие и играйте. И, наконец, пятое упражнение. Если вы справились с ним, ваши способности очень высоки. То есть вы буквально можете стать супер барабанщиком, сверхчеловеком в барабанном искусстве. Попробуйте, если у вас сразу не получилось, попробуйте сделать это со второго раза и у вас точно получится. Ну а если вдруг по каким-то причинам вы не справились с первым упражнением, вторым, третьим и тем более четвертым, не отчаивайтесь. Барабаны это как раз тот инструмент, который вам поможет. Он поможет вам улучшить вашу координацию, улучшить вашу память, внимательность и еще вы получите много позитивных эмоций, играя на этом инструменте. Барабаны, объективно, самый простой инструмент, с которого вы можете войти в музыку и начать получать удовольствие от исполнения. Ну на этом у меня все, спасибо друзья, удачи вам и до новых встреч! Привет, я Долгов Михаил, я учу играть людей на барабан. Привет, я Долгов Михаил, сейчас мы с вами, нет, нет, просто удивительное дело. Да! Сейчас, сейчас она сработает, она сработает! Да! Ну вот, вообще давних такого не было! То-не то-пыщ, то-непутышка, то-то-пыщ, то-непуту-пыщ, то-непутышку, то-непутышку, то-непутышку... Привет! Привет, я Долгоф Михаил, и сейчас мы сделаем несколько упражнений и узнаем, на что мы способны на ударную станок. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Сейчас на экране вы увидите несколько слов. Это специальные барабанные слова, которые появились... Я даже это сейчас не могу говорить? Если я это не могу говорить, значит мне точно уже капец. Все, ну да, еще встал. Прям реально встал. Еще раз. Привет, с вами Долгоф Михаил, и мы пришли к нам. Что мы будем делать? Сейчас мы будем читать специальные... Это фантастика, просто вообще фантастика. Полное отсутствие всего. 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 Полное отсутствие всего.